Азбука спорта Батут позволяет ребенку чувствовать себя увереннее. Когда он в полете, он ощущает свое тело. Побываем в цирке. Изучим особенности тренировок воздушных гимнастов. Самое сложное, наверное, преодолеть свой страх. Стараться как-то психологическое давление. Узнаем у эндокринолога, чем опасно ожирение. Простое ожирение опасно тем, что оно может привести к развитию других заболеваний, которые нарушают качество жизни. Предлагаю сейчас попрыгать на батуте. А заодно провести бессилую тренировку на координацию. Поехали! Сегодня мы поработаем на координацию. Для этого нам понадобится поролоновая яма и батут. И Катюша. Наше первое упражнение. Катюша закрывает крепко глаза и мы начинаем ее раскручивать. Крутим, 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 крутим быстрее. Чуть-чуть быстрее, чуть-чуть быстрее, еще быстрее. Оп! И эффект неожиданности. Это дополнительная тренировка. Когда вылазишь из поролона, укрепляются и мышцы, и дополнительная физическая нагрузка. То есть выбратое из поролона не так уж легко. И следующее наше упражнение мы усложняем. Мы добавляем акробатические элементы и смотрим, что будет дальше. Кручу, верчу, запутать хочу. Давай, давай, не падай, не падай, не падай, не падай. Кувырок вперед! Мы должны обратить внимание, после того, как будем делать кувырок, на то, как ребенок сориентируется в пространстве. Потому что если слабая координация, кувырок вперед. Вот что получается. Третье наше упражнение будет проходить непосредственно на батуте. Батут позволяет ребенку чувствовать себя увереннее. Когда он в полете, он ощущает свое тело. И, как и любому другому человеку, это добавляет в себе такой прям, что он молодец. Сейчас я покажу, как правильно прыгать. И потом мы повторим уже это с ребенком. Значит, мы становимся на батут. Прижимаем крепко руки, ноги вместе. Начинаем прыгать. И поворачиваться в воздухе. Ноги натянуты, тело прямое и остановка. Задача Кати показать мне ровные натянутые прыжки. По одному хлопку она делает поворот на 180, по два хлопка она делает 360 поворот. И сейчас она вам это покажет. Раскручивайте ребенка постепенно и в разные стороны. Толкайте его в поролоновую яму как лицом вперед, так и спиной. Выбираясь из поролоновой ямы, ребенок получает дополнительную нагрузку на все группы мышц. Усложните упражнения, добавьте акробатические элементы. Например, кувырок вперед. Ребенок должен правильно сориентироваться в пространстве. Переходите к прыжкам на батуте. Руки прижаты к корпусу, ноги вместе. Всегда прыгайте на середине батута. Тело должно быть натянуто. Добавляйте повороты. Спину держите ровно. Все эти упражнения веселые и энергичные, поэтому выполняйте их, пока вам не надоест. Все дети любят цирк. И почти все дети, у которых родители работают в цирке, вырастая, сами становятся артистами. Сегодня познакомимся с воздушными гимнастами. Парить под куполом цирка, исполнять невероятные по сложности номера. И так изо дня в день и по нескольку раз. Именно так живут и работают артисты цирка. Азбука спорта сегодня на репетиции воздушных гимнастов. Репетиция начинается с установки специального оборудования. И контролируют этот процесс сами артисты. Далее, шаг за шагом, от простого к сложному, начинается репетиционный процесс. Мы же не сразу такие все пришли, залезли и сразу все это сделали. Как вы видели, мы сначала все это делаем на лонже, потом снимаем лонжу, делаем трюки без лавитора, потом он дает время на уходе, и все ближе и ближе под нас подбирается. Только потом мы уже соприкасаемся, беремся в руки, выкачиваемся и заканчиваем это все на мостике. У каждого гимнаста в номере своя роль. Важно быть уверенным в себе и доверять своему партнеру. Самое сложное, наверное, преодолеть свой страх. Высоты не боится никто, все боятся с него упасть и разбиться. А тут как бы именно преодолеть вот этот психологический барьер. Ежедневно артисты тренируются не менее трех часов. И, конечно, репетиций только на манеже недостаточно. У нас есть репетиционный манеж, где мы можем также после основной репетиции пойти и отточить какие-то минимальные детали, дефекты, которые были допущены здесь. Сетку, натянутую под артистами, сравнивать с батутом нельзя. Она хоть и пружинит, но с каждым падением артиста все больше и больше растягивается. И таким образом гасит само падение, не выталкивая гимнаста назад. Травмоопасность профессии? Ну, знаете, конечно, здесь, наверное, есть пару моментов. Это, конечно, соприкосновение с лавитором. И второй момент – это, конечно, приход в сетку. Куда нужно приходить, тоже уметь падать. Потому что при неправильном падении в сетку тебя может выкинуть за грань сетки, либо ты можешь просто что-то себе сломать. Быть артистом цирка – это тяжелый труд и, как правило, бесконечные переезды. Но тот, кто однажды вышел на арену, вряд ли сможет представить себе другую жизнь. Жизнь вне стен цирка. Избыточная масса тела и ожирение – это проблемы современного мира. О чем это говорит и как с этим бороться? Поговорим об этом с эндокринологом. Ожирение на сегодняшний день – это болезнь века. Не только в нашей стране, но и во всем мире. Чаще всего это простое, так называемое, или алиментарное, от слова «алиментары», «питать», «питание». То есть ожирение, связанное с избыточным поступлением питательных веществ и недостаточным расходованием энергии. Как правило, мы видим, что и у родителей таких детей, или хотя бы у одного из них, тоже имеется избыточная масса тела и ожирение. Существуют другие виды ожирения, патологические, когда причиной его развития являются какие-то другие заболевания. Ожирение в этих случаях проявляется как симптом. Основная масса, еще раз повторюсь, это простое ожирение. И поэтому основными рекомендациями, которые дает доктор-эндокринолог, пересмотреть питание, уменьшить в рационе количество простых углеводов. Это в первую очередь сладости, простые углеводы, мучные, хлебоболочные изделия. Это некоторые, в том числе, сладкие фрукты, сладкие напитки газированные, не только. И продукты, содержащие большое количество так называемых скрытых жиров. Например, колбасы, различные сосиски, те же глазированные сырки. Питание ребенка должно быть максимально простым. Количество приемов пищи не должно быть 1-2. Оно должно быть довольно частым. И определенного объема. Простое ожирение опасно для здоровья ребенка тем, что оно может привести к развитию других заболеваний, которые нарушают качество жизни. Это и болезни сердечно-сосудистой системы, ранняя гипертония, сосудистые нарушения, в том числе ранние инфаркты, инсульты, которые бывают и у подростков даже сейчас. Это и диабет второго типа, это проблемы с суставами, с позвоночником. Это гипоксия, кислородное голодание мозга. Соответственно, и снижение когнитивных способностей, профилактика ожирения, и мероприятия, направленные на коррекцию массы тела. Это достаточно большая работа, повседневная, ежедневная. И это не так легко на самом деле. Поэтому, если мы говорим о ребёнке, то для ребёнка обязательно нужна помощь, поддержка и пример всей семьи. Детям тоже нужен фитнес. Мы начинаем с малого и обязательно достигнем главного – отличного здоровья и хорошего настроения. Увидимся совсем скоро. Пока!